Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна, и я аттестована Министерством Здравоохранения Украины как биоэнергоинформотерапевт. Сейчас зима, январь, много свободного времени, и периодично записываю такие беседы, рассуждения, свое субъективное мнение, и вот после праздников решила этим заняться опять. И под одним из видео, которое я вот уже после праздников записала, Самвел А. Душевное нищебродство. Испытательная лаборатория. Я хочу записать несколько видео, отвечая на комментарии. И писали зрительницы, очень хорошие, очень чувствительные. Я им дала расширенный ответ на их такие комментарии, даже где-то с душевной болью, переживанием. И так как я биоэнергоинформа, то есть я могу считывать информацию, у меня от рождения по нумерологии сказано, что я чувствительная, у меня очень развита интуиция, и я обучена чувствознанию. И вот это все я вот записываю в видео и хочу поделиться со зрителями в виде такого субъективного своего мнения. И вот такой комментарий. Я перестала смотреть Самвел А. Заметила, что как начну смотреть, то как будто понижаются мои вибрации, и я скатываюсь назад. То есть я становлюсь нервной, раздражительной, ничего не успеваю, все мысли о них, о домяновских ситуациях. Перестаю смотреть, и все налаживается. И даже многие обзорщики типа Снежинской Эхо отрицательно эмоционально влияют много негатива. Их тоже не смотрю. С вами во многом согласна. Татьяна попала в жернова, вернее в руки домашнего тирана. Он порочный человек, сломал мать. Полностью починил ее волю себе, а потом начал методично добивать мать себе на потеху. И на потеху многим зрителям. Вы сказали фразу, что он не понимает на ментальном уровне, что делает. Не знаю. Я часто думаю, ладно, с Адамяном все понятно. Ним крутят его пороки. Но почему Васильевна попала в такую сложную ситуацию? Может, это и есть ее предназначение хоть немного поменять. Возможно, даже через собственную смерть в лучшую сторону мировоззрения сына-абьюзера. То есть, когда ситуация достигнет пика, она уйдет в мир иной. И что будет дальше? Изменится ли сам Вэл? Очнется ли он? Видимо, присуща странная жестокость. Именно к родным взять хотя бы ненависть к брату. И как жестоко он растаптывал его и его семью. Поменяется ли он потом? Может, пересмыслить даже свое отношение к брату после смерти матери. Понимаете, вот эта зрительница довольно-таки чувствительный человек. И она вот такая даже мнительно-переживательная. И она переживает за чужих совершенно людей. Вот за эту Татьяну Васильевну, как я говорю, которая любит так себя называть. И мне по-своему хочется объяснять таким чувствительным людям, потому что я ее понимаю. Я же говорю, я сама сверхчувствительная. Но вот таким людям надо над собой работать. Немножко, ну, здесь она вот такие слова употребляет. Видно, что она в теме. И женщина умная. То есть она интересуется и все. Но сложно все-таки ей не жалеть. И сейчас она очень жалеет Татьяну Васильевну. Но, понимаете, в том... Вот я там видео записала, где жалеют и оправдывают Самвелла. А здесь очень жалеют Татьяну Васильевну. Не надо никого жалеть. Нам кажется, что в нашем мире, то есть на Земле, где мы сейчас находимся, нет справедливости. Справедливость она есть. И вот я здесь листочек подготовила, держу. Циферки. Циферки. Квадрат Пифагора. Ну, вот Татьяны Васильевны скоро будет день рождения. Все знают. Но как же не знать? Ведь за три недели делается на этой теме контент. Татьяну Васильевну сын доводит до белого коленя. Обсуждают. Все смотрят. Все включаются. Кому жалко Татьяну Васильевну. Кому не жалко. Возмущаются. Не надо ни жалеть, ни сочувствовать ничего. Надо, должна быть нейтралка. Вот так. Смотрите. Или смеяться, когда смешно. Но не надо переживать. Потому что правильно она говорит. Снежинскую. Я говорила, именно Снежинская, она энергетический вампир. И я говорила, что вот есть там психологи такие, я говорила тоже, их смотреть нельзя. Это энергетические вампиры. А Снежинская, она именно ментальный вампир. То есть своими разговорами вызывает эмоции. Люди сидят, включаются. Кто отрицательно ее осуждает. А есть овцы, потому что она посток. Это не мои слова, я зачитывала в книге. Она с них вообще тянет. Вот с этих, которые ее поддерживают, это вообще энергетические доноры. Хорошие энергии. Они ее снабжают энергией хорошей, которая ее поддерживает. А те, которые возмущаются, они тоже поддерживают ее своими энергиями. Но эта энергия такая, знаете, немного возмущения, агрессия. Люди возмущаются поведением Снежинской. Но она и эту энергию гнева и злости тоже прекрасно переработает. И вы ее усиливаете, и она еще и отправляет куда надо. То есть такие люди, они как аккумуляторы. Поэтому не надо на них обращать внимание. Она именно вот этим бла-бла-бла вызывает вот эти эмоции. И она же откровенно говорит, если я буду на-на-на-на, никто не будет реагировать. Она ведь это даже не скрывает. А что, ну, негатив, так же самое. Вот эта зрительница, она все правильно говорит. Понижаются вибрации, я скатываюсь, я становлюсь нервно-раздражительной. Потому что вот эти эмоции, вы когда смотрите сам Вэлла, когда она смотрит, как он негативный, что он вытворяет, и у нее на самом деле, не только у нее, всех нормальных людей понижаются энергии. И люди встают вот именно раздражительными, кто возмущается. И, соответственно, все не ладится. Научитесь. Вот так посмотрела, переключилась. И до следующего видео. Зачем они вам? Снежинская, она вообще, ну, болванка, которую дергают за руку вот там, высшие силы. Она просто болванка. Она, ей просто руководят. Сам Вэлл, ой, и мать, вот мать четвертого, значит, получается, второго, сорок восьмого года. А Сам Вэлл, это не сложно узнать, двадцать первого, ноль шестого, восемьдесят первого года. Что мать, что Сам Вэлл, имеют одинаковые расчетные первые числа. Двадцать восемь и десять. Поэтому вот это, что у них вот такая, это что значит? Какое предназначение их в этой жизни? Знаки творческих людей, которым предназначено оставить свой след в истории. Возможно, даже создать шедевр. Вот они создают шедевр. И если вы заметили, у него этот шедевр очень хорошо пошел, когда он забрал мать. Там все пошло вообще шикарно, правда? Хотя он кричит, что мать ему испортила. Нет. Золотые яйца, там даже есть у меня книга, я зачитывала, как раз несет мать. И как раз, когда пришла мать, у них получилась такая связка, и все стало очень хорошо. Но чем они еще пользуются? Они, это расчетные числа третье и четвертое. Вот когда пишется... Сейчас, 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 минутку. Так, мать какими энергиями пользуется? 22. 2-0-2. Комбинация, сулящая богатство, но в то же время известная как код убийцы. Таким людям стоит помогать другим, взращивать любовь к ним и духовный потенциал. Обычно состоятельные люди, а с энергией больше 2-2-2, и вовсе могут стать богачами. А у нее 4 двойки. Она должна быть энергетическим донором. Но она так бурно прожила свою жизнь, что, понятно, навряд ли сейчас донором. Но когда приезжает Надя с недогарок, там вампирша. Она, наверное, становится очень хорошим донором, поэтому теряет последние силы и энергии. И Надя хорошо откачивает от этого донора силы и энергии. А потом она до темы доходит через несколько дней. То есть вот эти люди еще известны как код убийцы. И поэтому вот это и объясняют, что мама Самвелла, в принципе, очень равнодушная проблемам других людей. Она зациклена на себе. Вот ей должна была быть слава. И, как видите, программа сработала. Она прославилась за счет сына. И сейчас, как творческий человек вместе с сыном, раскрутила этот канал. Два творческих людей. Но все уже перешло не в творчество, а уже, как вот пишет зрительница, это уже какое-то издевательство над одной из творческих людей. То есть это уже очень неприкрыто видно, и нормальные люди это все видят и понимают. Поэтому она вот сейчас, видя вот как жизнь складывается, ей сулила ее матрица славу. Она ее получила. Ей сулила ее матрица богатство. Она сейчас имеет это богатство через сына. Были времена, в которые она была замужем, муж хороший тоже деньги зарабатывал, тоже она хорошо жила. И вот сейчас слава и богатство. Слава и богатство. Но вот за тот негатив, за то равнодушие, за тот эгоизм, она получила вот это все, когда физическое тело практически уничтожено. То есть идет такое донашивание физического тела. Есть деньги, все шлют подарки. Живи, наслаждайся, а сил нет. Ноги. Это неправильно шла по миру. Сахарный диабет, это раздражение, чтобы вы понимали. И кажется, сейчас может все есть, все. У нее неограниченно. Она может покупать все, что она хочет. Хочешь икру, хочешь красную рыбу. Это, как сын говорит, мы же не нищеброды. Мы же не будем капусту есть. Но она помешана на капусте. И капуста, даже на день рождения должна быть капуста. То есть килограммами съедается мясо. Килограммами съедается все, что она хочет. А нельзя. Вот такое наказание. Это сейчас для нее не жизнь, а наказание. Есть слава, но слава какая. Сын показывает ее в таком виде. Как у нас выражается, непотребным. И такая, знаете, отрицательная слава. Но и они оставят свой отпечаток. Этот канал оставит свой отпечаток в тех людях, которые смотрят. Кто-то оценит свою семью и отношения своих родителей и детей. Кто-то переосмыслит свою жизнь. Кто-то сделает еще что-то для себя. При всем при этом это очень хороший канал. Но не надо вот сопереживать. Не надо вникать вот в это все. И ваша голова не должна быть ни в коем случае заполнена вот этими ситуациями в Адамяновской семье. Это так, цирк на 8, 10, 15 минут закрыли и удалили с головы до свидетельшего видео. А я вообще смотрю, вот пролистываю. В Ютубе это же очень хорошо. Пробежалась, пробежалась. Я меня что-то заинтересовала. Остановилась, прослушала и пошла дальше. Понимаете, рано или поздно, или в этой жизни, или в следующее, мы за наши деяния несем потом отработку, отрабатываем. У нас наступают последствия. И вот Татьяна попала в жернова, вернее, в руки домашнего тирана. Но дело в том, что если взять вот матрицу, что у матери, что у сына вот пустые. То есть нет семерок, пятерок и троек. И вот поэтому я говорю, ментальные проблемы. И, понимаете, я сказала, что после смерти он не станет лучше. Он еще больше будет ненавидеть свою мать, потому что мать уже в таком состоянии, но она больше думает за этика и переживает за этика. Независимо от того, сколько сам Вэл для нее делал, она любила, и все было только об Эдике, Эдик, Эдик. И он прикладывает все усилия, а любви так и не добился. Мать продолжает любить только Эдика. И она умрет к вот этой любовью, с любовью к Эдику. И его еще больше захлестнут обиды, и он еще больше будет ненавидеть мать. Что она все-таки не оценила то, что он ей сделал. Что она все-таки не изменила отношение к нему. Что она вынуждена была вот все это терпеть. Сейчас вот он мстит по-своему. Да, вот это страшно. Вот когда ты имеешь славу, когда ты имеешь это. И, понимаете, они не поймут из-за вот матрицы, которая и не изменится. Так как нельзя Татьяне Васильевне объяснить, что в его возрасте нельзя платьем махать подолом. Нельзя это платье задирать и показывать самвеловые трусы, которые она носит. Нельзя эти ноги... Ой, подтянул юбку. Нельзя женщине в таком возрасте переодеваться на камеру. Она этого не понимает. Она не понимает и не поймет. Она говорит, ну люди же ходят на пляже. Понимаете? И сын не поймет, что нельзя свою мать вот в таком виде показывать. Когда ему там уже сильно писали, он пытался ее контролировать. Но у нее это происходит на подсознательном уровне. Потому что она живет на вот этом уровне, на нижних чакрах. То есть пожрать, секс мужчины и деньги. Это три чакры. Манипура, Сватхистана и Муладхара. Поэтому у нее ничего такого сложного, особенно там. Но легкие это обиды. Вот у нее была страшная обида на своего мужа, который еще бросил и оставил без денег с детьми. Поэтому из-за этих проблем ни он никогда не осознает, ни она не осознает. Они просто захлебываются обидами. Каждый живет параллельно. И поэтому не надо за их переживать. Это у них такая программа в этой жизни. Так, 24,6. Сейчас посмотрю. Так, 24,6. Это у него 3-4 расчетные цифры. Комбинация власти и в то же время большого труда. Впрочем, старайтесь не сильно полагаться на таких людей в бизнесе, так как они могут подставить. И с осторожностью относитесь так же с сочетанием. 2,0,2. Вот такая, как Татьяна Васильевна. 26,8 и 31,4. Успешные в бизнесе они как раз обычно за счет других людей. Вот они используют что мать, что сын, используют людей. Используют друг друга. И вот у них ни на Самвелла, ни на мать нельзя полагаться. Что Самвел, что мать могут в любой момент бросить ради своих каких-то интересов людей. На таких людей нельзя ставить ставки и положиться на всю оставшуюся жизнь. Эти люди в первую очередь только будут обслуживать себя любимых. и использовать людей до тех пор, пока им выгодно. И за что забивать себе голову и переживать за этих людей? Они стопроцентные исполнительницы своей матрицы, своего кода. они живут и действуют. Они используют людей. Самвел прекрасно чувствует, что людям надо. И снимает такие видео, потому что люди смотрят, включаются эмоционально. Людям становится жаль где-то Татьяну Васильевну. Люди хотят подобраться к этому семейству. шлют подарки, заискивают, листят. Но эта пара людей просто использует. И если им будет невыгодно, они этих людей удалят от себя. Люди возле них пока им выгодно. когда Татьяна Васильевна приехала к сыну, и там есть еще один комментарий, она вот этим 202 усиловала его, и он стал вот такой жестокий, мстительный, припомнил все ей, и вот все это пошло и поехало. Но они соединились. Они соединились две программы с прошлой жизни. И все вот пошло деньги, деньги, деньги. И они сейчас усиленно выкачивали деньги с людей, усиленно за счет просмотра людей зарабатывал деньги. Ну понятно, что сейчас уже не такие деньги. И люди намного беднее Самвелы Адамяна слали деньги, слали подарки, памперсы, одежду. Те потом распродают и вот так. Ничего случайно не бывает и никого никогда не надо жалеть. жалость это суррогат справедливости. Живите своей жизнью, а на людей просто наблюдайте. Всего всем хорошего. До свидания. Заходите. суррогат 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 суррогат